Дорогие друзья, у нас прекрасная новость. Димаш Кудайберген на своей странице в инстаграм и его китайские друзья через социальную сеть вейба сообщают, что скоро состоится релиз музыкального альбома ID на физическом носителе диски. Предварительная продажа 31 августа с 3 дня по Пекину. Основная старт продаж 20 сентября с 10.00 тоже по Пекину. Думаю не сложно пересчитать на время для городов Казахстана или России, чтобы быть первым счастливым покупателем. Ссылки на сайт продаж в описании видео. Наконец-таки можно приобрести без затей диск с песнями Димаша. Это очень важно для слушателей не только молодых, но и старшего поколения превыше к традиционным пластинкам и компьютерным дискам. А то ведь некоторые слушатели уже сами стали переписывать записи на диск, что не очень правильно. Многие пользователи еще по-прежнему не очень понимают, как это скачать из интернета и слушать музыку. И тем более, как это вообще возможно регистрироваться на сайте и оплачивать покупку банковской картой. Процесс для многих просто нереален. Например, моя бабушка этого сама точно не сможет сделать. Помнится еще недавно, как только стали продавать песни Димаша через интернет, сразу на канале Звездные секреты стали появляться комментарии с простыми, но нужными вопросами. Где в Алматы можно купить? Конечно, без помощи более продвинутых друзей и родственников купить будет проблематично начинающему пользователю интернета. Так что, дорогие друзья, все, кто понимает этот непростой процесс, помогите своим герц в оформлении покупки. Это несложно, но должен быть опыт. Вот тут хочется поблагодарить команду Димаша за заботу о всех своих слушателях, которым удобнее так получать творчество певца. Согласитесь, на концерты большинству все-таки не попасть. А так вот есть диск и соседям и друзьям можно показать и хранить на почетном месте. Кроме диска есть еще и постер, но в черно-белом оформлении. Вот тут, конечно, дизайнеры тупанули по полной. На этом канале мы все уважаем и любим Димаша и желаем ему успехов. Но это не фан-клуб, где нельзя и писнуть хоть чего-то критического и реально банят уже за любое здоровомыслие, даже полезное для популяризации певца. Давайте будем честны и не будем сами себя упрашивать, что нам нравится это черное оформление. Итак, начнем с главного. Просто не видно лица исполнителя. Его не будет видно не только на физическом изображении, его не видно даже при просмотре в интернете, когда можно увеличить картинку и наконец-таки хоть рассмотреть, что или кто там изображен. Вот сейчас вы смотрите значительно осветленное изображение, которое сделали для вашего просмотра, чтобы было удобно. И вот, реальная, теперь почувствуйте разницу. Диск должен сразу цеплять не только содержанием, но и обложкой. А чем тут привлекать, когда реально непонятно, что изображено? Конечно, мелочь. Понятно, главное не обложка, а содержание. Но встречает, как вы знаете, по одежке. Несмотря на все сказанное, все равно спасибо всем, кто работал над диском, Димашу Кудайбергену и его команде и распространителям. Пожелаем нашему солнечному парню больших продаж и всем, кто досмотрел ролик до конца, Большой Рахмед. С вами был Петр Грик и Звездные секреты. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok